Лидеры предвыборной гонки мэр Монреаля Валерий Плант и претендент на пост мэра Дэнни Кодерт не намерены уступать на выборах 7 ноября. Первый случай заражения ковидом на саммите Большой двадцатки зафиксирован у работающей там журналистки. Вирус не был разработан как биологическое оружие, сделали вывод представители развитца общества Соединенных Штатов. В Монтереже папа и дочь вырастили гигантскую тыкву. Это самая большая тыква в истории Канады. Манифестантам, которых задерживала полиция, присуждено возмещение в 6 миллионов долларов. Национальный консультативный комитет по иммунизации обновил рекомендации, кому желательно получить бустерную прививку. Случайный прохожий обнаружил раненого молодого человека на Хоре-авеню в районе Вильмарии. Его доставили в больницу, где он скончался. Запасов костылей в больницах Канады осталось на неделе. Врачи не представляют, что они будут делать дальше. С 30 октября все авиапассажиры, а также путешествующие поездами и круизными лайнерами, должны предъявлять доказательства вакцинации. Димка Петрова. Это многолетний опыт и тысячи благодарных клиентов. Дотошный эксперт рекомендует. Все новости делового Монреаля читайте, слушайте, смотрите на новостном портале канадской медиагруппы, в социальных сетях и на ютубе. Не забудьте подписаться.